Святая могила. Атутская легенда. Это было назад лет триста, а может быть и больше. Как теперь по долине бежал горный поток, как теперь зеленели в садах склоны, и как теперь на пороге деревни выселся стройный минарет Атутской мечети. В двух шагах от него, где раскинулся вековечный орех, стояла тогда, прислонившись к оврагу, бедная сакля Хаджи Курт-Таде. Ни раньше, ни потом не знали в деревне более праведного человека. Никто никогда не слышал от него слова неправды, и не было в окрестностях человека, которого не утешил бы Курт-Таде в горе и нужде. Бедняк не боялся отдать другому кусок хлеба, и на случайные гроши успел сходить в Мекку и вырыть по пути два фонтана, чтобы утолять жажду бедного путника. Святое дело, за которое пророк так охотно открывал и открывает правоверному двери рая. Святой человек, говорили в народе, и каждый с благоговением прижимал руку к груди, завидев идущего на валику Хаджи. А шел он творить намаз всегда бодрой походкой, не уставшего в жизни человека, хотя и носил на плечах много десятков лет. Должно быть, Божьи ангелы поддерживали его, когда старые ноги поднимались по крутым ступенькам минарета, откуда он ежедневно слал во все стороны свои заклинания. И было тихо и радостно на душе. Светло, точно Божий луч, начинал уже доходить до него с высоты небесного престола. Но никогда нельзя сказать, что кончил жить, когда еще живешь. Как не был стар Хаджи, Курт-Таде, однако радостно улыбался, когда глядел на свою райме. Земной отзыв к Гурии, которые ждали его в будущем раю. Когда падала фата, и на святого Хаджи глядели ее жгучие глаза, полные ожидания и страсти сердца праведника, да то ли чистый родник темнилась отражением греховного видения. И забывал Хаджи старую гульсунь, верного спутнике жизни. А райме, ласкаясь к старику, шептала давно забытые слова и навевала дивные сны давних лет. Пусть было бы так, радуешься, когда после зимнего савана затеплится, зазеленеет земля, отчего было не радоваться и новому весеннему цветку. И не знал Хаджи, какие еще новые слова благотворения принести пророку за день весны на склоне лет, или тело время свивая вчера и сегодня в одну пелену. Только раз, вернувшись из сада, не узнал старик прежней раймы. Такие глубокие следы страданий отпечатались на ее прекрасном лице. Такое безысходное горе читалось в ее взоре. «Райме, что с тобой?» – подумал он. Но не сказал, потому что замкнулись ее уста. И подал ночью горный ветер, и донес до спящего Куртаде речь безумия и отчаяния. «Милый, желанный, свет души моей, вернись! Забудь злую черовницу, вернись к своей любимой, как ты ее называл. Вернись навсегда! Скоро, старый, смежу течи, я буду твоей, твоей женой, твоей маленькой лучистой райме!» Проснулся Куртаде и не нашел близ себя юного тела. А на пороге сыней в безысходной тоске стинала сжимая колени молодая женщина. Чуть-чуть начинало светать. Скоро Муэльзин пропоет с минорета третью ночную молитву. Хаджи, незамеченный никем, вышел из усадьбы и пошел попасть в Тепе. На середине горы некогда ютился греческий храм. И от развалин храма велась по скале на самый катык узкая тропинка. Никто не видел, как карабкался по ней старый Куртаде, как припал он к земле на вершине горы, как крупная слеза скатилась впервые из глаз святого. Не знал Хаджи лжи, а ложь, казалось, теперь стояла рядом с ним, обвивала его, отделяла, как густой туман, душу его от вершины горы, к которой он припал. И услышал он голос духа, и ответил Хаджи на этот голос голосом своей совести. Пусть молодое вернется к молодому, и пусть у молодости будет то, что она боится потерять. Если была угодна моя жизнь Аллаху, пусть великий благословит мое моление. И в молении не знающим себя душа святого стала медленно отделяться от земли и уноситься вдаль, в неместную высь. И запел в третий раз мой дзин, и голос с неба сказался далеким эхом, да будет так. С тех пор на гору к могиле святого ходят атутские женщины и девушки, когда хотят вернуть прежнюю любовь. Пояснение крымской легенде «Святая могила». Крымские татары чтут могилы праведных людей, азизов. Признание азизом совершается обыкновенно после того, как несколько почтенных лиц засвидетельствуют, что видели на могиле зеленоватый свет, и что над поклонявшимися могиле совершались чудеса. Если имя святого не сохранилось в народе, то азиз именуется по местности, где он погребен. Так, святая могила на Папа Степе принадлежит неизвестному азизу. Но в детстве я слышал имя хаджи Курд Таде, который приурачивался к святой могиле. Почему я и привожу это имя в легенде? Звание хаджи присвоивалось лицам, посетившим Мекку. Посещение этого освященного города установлено стихом 192 главы 2 и стихом 91 главы 3 Корана. При возвращении хаджи из Мекки, его встречает вся деревня с великим преклонением и провозглашением хаджи, освященным святым духом, минарет, каменная или деревянная башенка с внутренней лестницей и балконом, откуда Муэдзин совершает свой призыв. Муэдзин, дьякон. В час молитвы он после омовения поднимается на минарет, могут и другие лица, и, обходя кругом балкончик, возглашает нараспев «Великий Боже, исповедую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед его пророк». Затем, оборачиваясь на восток, он называет иноверцев дурным народом, а на юг шлет призыв «О достойный народ, приходи к поклонению, приходи к спасению». Намаз, молитва. По учению Магомеда, намаз следует совершать пять раз в день, а именно при заходе солнца, два часа спустя, перед рассветом, в полдень и в три часа по полудни. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!